Начнем с первого лука, его прислал Рывахлабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Чего-то вроде вы хоть понимаете, чего вы, ну, наверное, наделали. Я не знаю. Короче, ну, типа мемный лук. Он был бы даже неплохой, если бы здесь была просто черная футболка или какая-нибудь белая, например. Он был бы вполне носибельный, к нему бы даже было особо не придраться. Так, я, конечно, это всерьез оценивать не буду, но я люблю носить такое дерьмо. У меня есть футболка с попугаем Кеши, где написано goodbye, my love goodbye. Знаете, стандартные все майки.ру, у меня есть какая-то дебильная футболка с чагивар. Я даже не знаю, откуда они у меня берутся. Это кто-то дарит, это кто-то покупал тысячу лет назад, и, конечно, никто не носил. И вот они лежат иногда, когда мне или совсем нечего надеть, или хочется просто ради мемы все это сделать, то я вот тоже такое надеваю. Короче, за футболку плюс 10 сам лук тоже вполне себе симпатичный. Следующий прислал Михас 8824. Лук вполне себе обыкновенный. Да, здесь особо ни к чему не придраться, здесь особо ничего такого не добавить. Возможно, какой-нибудь аксессуар в виде сумочки был бы сюда хорошо, но как вы, к чертову матери, носите вот это вот на плечах? Я не знаю, у меня постоянно это куда-то спадает, оно постоянно как-то перекашивается. И я зарекся на самом деле что-то себе на плечи повязывать, типа кардиган какой-нибудь, свитшоту уж тем более. Я обычно, если делаю, я это на поясе все завязываю куда-нибудь, и там оно как-то более органично, что ли, на мне сидит. Нет, поэтому к этому я отношусь скептически просто потому, что я сам не могу такое носить. Но в целом это нисколько все не портит. Хороший, практически базовый лук на повседнях. Следующую прекрасную фотографию прислал Амир Паук. Некоторые из вас его, наверное, даже знают, потому что он то ли был уже в прошлом ролике, то ли частенько появляется на стримах, то ли есть в каком-то из чатов. Кстати, ссылки на них есть в описании, можете подписаться, прийти туда поболтать. Так вот, у Амира очень классный инстаграм, я советую на самом деле его глянуть, он довольно самобытный. Видно, что чувак в процессе поиска своего стилька и даже, наверное, уже что-то нашел, и начинает это все выстраивать. Это классно выглядит, занимательно на это посмотреть, поэтому всяческих успехов желаю. По поводу лука, он, конечно, опять же, ничем не выделяется, да, здесь просто джинсики, просто кардиганчики и футболочка, выпирающая под ним. С чем? С оранжевыми, отвратительно уродливыми янгами. Но здесь они в тему, здесь они меня нисколько не смущают, возможно, это вопрос цветокоррекции, они здесь не выглядят так кислотно, как должны были бы выглядеть. Но здесь это выглядит неотвратительно, в принципе, вполне сюда вписывается, поэтому очень хорошо. Мне нравится, переходим дальше. Парень с ником I don't care. Значит, я сначала придумал, что это какой-то перформанс, потому что мне показалось, что сзади него каким-то образом расположен российский флаг, но нет, это просто покрашенный бетон, какие-то заграждения, заборы. Короче, блин, это не прикольный тейлоринг. Вот что я хотел сказать, я когда это увидел первый раз, вот эту фотку, я такой, так, вроде что-то занимательное, потом полистал еще несколько фотографий, потому что у него в инстаграме есть, в принципе, целая подборка этих фоток. Полистал это все, посмотрел, и это, конечно, не секси. Вот, я примерно представляю, как это выглядит у тебя в голове, как это хотелось тебе, чтобы было, но это не то, что хочется повторить, это не то, что обычно делают на показах. Здесь где-нибудь повешу сейчас, наверное, картинку, какую-нибудь фотку, примерно, как это должно было бы красиво выглядеть, да, вот как на показе. Но здесь, конечно, такого не получается. Интересно узнать, откуда этот костюм, какой это бренд и вот это вот все. В целом, как задумка, неплохо, но сидит все не так, чтобы шикарно. Следующий у нас на очереди кто? Следующий у нас на очереди Аркадий Локтионов. Был он у нас уже, мы обсуждали как-то его Челси высокий, по-моему, когда выпуск с бабушкой был новогодний. И здесь тоже эти Челси присутствуют, ботеговские. Здесь они смотрятся прикольно, мне очень нравится, мне, в принципе, нравится этот лук. Мне нравится, что ты стоишь на фоне какого-то обшарпанного трансформатора или что-нибудь типа того. Это придает такой, знаешь, вайбовость всей этой фотки, какого-то антуража такого создаёт. Вот, сам твой образ, да, с растрёпанными волосами, у тебя классная прическа. И, кстати, да, я, по-моему, уже тоже про это говорил, сам свитер очень крутой. Я бы подумал, что это Ами, у них вроде были похожие свитерки. И могу ошибаться, просто предположение. Но, в целом, мне этот лук, этот образ, эта фотка даже нравится больше некоторых из тех, которые есть у тебя в Инстаграме. Просто потому, что она такая, знаешь, атмосферная. Илья Темперери, который 15 раз напомнил мне о том, чтобы я не забыл взять его фотографию в оценку луков, я не забрал и взял даже две. Вот, смотрите, вот это первый лук, запомните его хорошенько. А вот это вот второй лук, который он прислал. И, честно говоря, мне второй как-то больше заходит. Я бы сюда добавил какой-нибудь массивный перстень на одну из рук, возможно. И было бы прям совсем замечательно. По поводу первой, тоже неплохо. Здесь вот в общей вот этой вот каше, это всё похоже на плод слияния Дакне Студио, с Колдвола, Этюдс, может быть, вот что-нибудь типа того. Но тоже занимательно. Но второй, он, знаешь, как будто бы более выдержанный. Следующую фотку прислал Слава Ван Шут. Слава Ван Шут. Короче, здесь нехорошо, неплохо. Это просто немножко last season стилёк. Кеды с пальто. Я так понимаю, что это какая-то то ли прошлогодняя фотка, то ли весенняя, ну что-то типа того. В общем, здесь, наверное, ни про какую актуальность не стоит говорить, потому что, ну, кедами с пальто давным-давно ни у кого не удивишь, да, и там пальто под джинсы тоже особо никого не удивляет. Это, наверное, идеальный вариант, как одеться на свиданку, чтобы никого не отпугнуть, потому что здесь всё чётко и по полочке. Следующий прислала Ванс. В... Мне здесь нравятся кеды, я не могу разглядеть, что это. Это что-то вроде новых рибоков, да, наверное, что-то вроде того. Я бы, может быть, отсюда убрал найковские носочки просто на однотонные, да, но это как бы может варьироваться. Всё остальное мне нравится. Здесь обычные хлопковые шортики, просто белая футболочка и очень приятного цвета рубашка, совершенно простая. Мне нравится здесь палитра и то, как она, в принципе, в общую вот эту канву твоего фона вписывается. Очень нежненько всё выглядит, замечательно. Тоже как вариант сходить на свиданку летом, это прям замечательно. Мне супер нравится. Единственное, я бы посмотрел, что у тебя под этой рубашкой. Я бы посмотрел, какой ты ремень надел. Здесь, конечно, его не видно, но так или иначе. Ещё мне очень нравится приём с закатанными рукавами. Это хорошо, что ты их не распустил, знаешь, и просто не застегнул. Так смотрится намного лучше. В целом класс. И прическа, как у меня, ну супер-супер. Вудмакс прислал сразу две фотки. Сейчас мы их быстренько и разберём. Короче, к первой у меня нет претензий. Это такой стандартный аутфит богатенького чувака. Я очень часто вижу ребят, которые, знаете, типа, ездят на BMW в 21 год. Ну что-нибудь типа того. Вот. И они примерно вот так всегда одеты. У них какие-то там джинсы, кеды простецкие, очки-авиаторы. И вот это вот всё. Там тоже бомбер какой-нибудь, огромные часы. Вот это вот всё. Просто вот прям один в один. Это кэжуал тоже на повседнев. Мне на самом деле не понравилась вторая фотография. Почему не понравилась? Потому что здесь очень вымоченная поза. Она прям максимально неестественная. Она не очень красивая. Непонятно, что у тебя здесь вот так вот происходит с ногой. Зачем ты открываешь это пальто? Ну, в общем, она... Она... Видно по ней, что она вымоченная. Что ты стоял из 15 дубля, пытался вот это пальто и ножку красиво потянуть. Короче, неинтересно, неприкольно сама поза. В плане одежды гамма симпатичная. Но тоже вот здесь такой момент, как вот вместе с позой. Это всё выглядит максимально так, как будто ты вот пытался вылизать каждый момент. Знаешь, там ножку подобрал, шарфик по тону к пальто подобрал. Вот это вот всё. У тебя есть ещё фотки в инстаграме. Да, я проглядел, и там есть намного лучше. Зря ты, конечно, прислал этот, у тебя были намного лучше варики. Следующий Curly J. И здесь, конечно, кривая спина, очень болит осанка, и вот это вот всё. Поэтому воспринимается легче. Здесь есть такой налёт феминности, который на самом деле очень сильно спровоцирован вот этим розовым портфелем. Я ничего не имею против розовых вещей. Очевидно, у меня у самого есть вот розовая футболка лежит, сушится. Совершенно спокойно к ним отношусь и сам ношу. Но, в общем и целом, вкупе, да, со всем остальным это вот чем-то таким отдаёт. Я бы здесь убрал этот розовый портфель и заменил бы его на какой-нибудь более нейтральный. Может быть, просто белый тоже было бы замечательно, потому что вот эта жёлтая рубашка, да, лимонная даже, эти брюки и эти джинсы, точнее, и эти кроссовки, они классно смотрятся вместе. Мне очень нравятся. Вот, возможно, я бы поменял рюкзак, но если тебе так нравится, носи на здоровье. Дальше, дальше, Марьяна, Мариша. Получает сразу минус 10 очков к общему коэффициенту, потому что она написала в комментариях, что не погладила шорты перед этой фотографией, так что будем от этого отталкиваться. Мне здесь как раз особенно нравится момент с пиджаком и шортиками, потому что если бы она взяла широкие какие-то бермуды, да, шорты, как сейчас модно, то могла бы утонуть во всём этом, потому что пиджак, конечно, оверсайзный, и на него бы посмотреть вот просто вот так вот стоя, да, насколько он там хорошо сидит. Но так в целом, да. Клёвые, клёвые Джорданы, да, хоть я и не любитель Джорданов, но симпатично. Но так минус 10. Здесь Егорлин закинул следующую фотку, и вот здесь вот мне нравится поза. Может так встать человек? Конечно, может. Это натуральная поза, она выглядит естественно, она выглядит приятно. Что-то он там себе за ухом чешет интересное. Короче, по вещам, опять же, вроде все цвета базовые, вещи все базовые, но сидит настолько прикольно, и у тебя у самого настолько интересная внешность, что в целом выглядит довольно модельно. Особенно, если у тебя на голове ободок, это просто краш 13 из 10. Классно, пойдем дальше. Денис прислал эту фотку в ВК, и, конечно, здесь грустновато все, потому что все не очень между собой мэтчится. Здесь Nike V600, брючки со стрелками, рабочая рубашка, и под ней футболка Wands of the Wall. Или трусы с ними, или крестик надень. Они все вот это вместе не очень хорошо сочетаются. Я бы или низ убрал, или верх полностью убрал, и заменил бы на что-нибудь, потому что прям, 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 прям. Штаны мне с этими кроссовками не очень нравятся, даже больше, чем вот эта футболка, потому что футболка с рубашкой, в принципе, норм. Это все выглядит опрятно, но как будто пазл не складывается, понимаешь? То есть одно с другим, оно как будто не до конца стыкуется. Знаете, когда вот пазл вставляешь, и здесь вот эта пимпочка, она просто мешает этому пазлу войти, вот здесь то же самое. И на Денисе мы, пожалуй, закончим. Вот такие вот луки у нас сегодня получились. Спасибо большое, что вы их присылали. Там осталась еще гора фоток, которые я не посмотрел. Там, типа, в директе еще в предложке валяется фоток 20, и в ВК какое-то количество. Вы все уйдете, вот те, кто прислали, кого я не посмотрел, вы все уйдете в следующий ролик. Никто не забыт, ничто не забыто. Поэтому увидимся с вами в новом ролике. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментах какие-нибудь приятности. Уж не мне, так ребятам из ролика точно. Скоро увидимся. Пока. Как вам фон, пацаны? Надо что-то с этим придумать, да, интересное. Пока еще не нашел ракурс. Субтитры сделал DimaTorzok